Привет-привет, мои друзья! Я рада вас приветствовать у себя на канале про стильные находки с Алиэкспресс. Мы сегодня распаковываем посылки, смотрим новинки весенние, летние. В общем, продолжаем готовиться обновлять свой гардероб. Надеюсь, что скоро на Алиэкспрессе будет опять распродажа. Если будет, я обязательно вам про это расскажу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, обязательно на колокольчик нажмите, чтобы не терять новые выпуски. На телеграм-канал Alivizron тоже рекомендую вам подписаться, там еще больше находок. Ну и все новости впервые выходят именно там. И давайте будем начинать распаковывать наши долгожданные посылочки с Алиэкспресс. Первым я беру здесь самый ближний ко мне комплект. Вы, наверное, уже догадались, что это такое. Это фитнес-одежда. Здесь три вещи. По-моему, отдельно нельзя было заказывать, хотя я уже и не помню. Я вообще его взяла в двух расцветках, в черном и вот в таком красивом персиковом. Черный я вам обязательно покажу у себя на канале. Но здесь его сейчас не распакую, потому что забыла, его оставила дома. Я выбрала себе размер L, ориентировалась по размерной сетке. Надеюсь, что мне подойдет, что не будет он большим. Но леггинсы большими не выглядят. Мне очень нравится этот персиковый цвет. Он такой нежный, красивый. И, кстати, мне кажется, это копия какого-то дизайна. Возможно, это Lulu... Как он правильно называется? Lulu Lemon. И есть еще тоже очень популярный бренд, называется Allo. Он бывает на Алиэкспрессе в виде копий, скорее всего, но очень хорошего качества. И у меня есть такой комплект тоже с Али. Но, правда, магазин удалили, и такие ссылки вообще удаляют. И это, мне кажется, что-то подобное по дизайну. Очень красивый здесь топ. Он спереди прямой. Есть здесь вставки в рубчик, такие же, как и на леггинсах. И он застегивается по типу бюстгальтера на крючки. Не уверена, что это очень удобный тип застежки, но, по крайней мере, здесь можно отрегулировать объем по обхвату именно спины, по обхвату под грудью. Мне кажется, что топ мне в Эльке будет великоват. По крайней мере, так кажется. Очень красивые здесь бирки. Нет никакого бренда. Так что, даже если это и дизайн какого-то бренда, то брендинг здесь не прикрепили. Но качество, кстати, очень хорошее. Мне прям нравится оно. И внутри нет никаких торчащих ниток, и материал очень приятный. И по дизайну все очень простенько, минималистично. У меня многие девчонки сейчас просят искать фитнес-одежду и кроссовки, которые подходят для занятий спортом. Потому что сейчас в России с этим сложно не найти ничего у нас в магазинах. А на Али, кстати, много вариантов. Показываю вам пакеты, в которых это пришло. Пакеты тоже красивые. Так что, так как я сама сейчас тоже посещаю зал, хожу на тренировки, то я решила заказать. И несколько вариантов вам обязательно покажу. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще больше всего подобного. Идем дальше. И у меня здесь вот такой красивущий пиджак в розовом цвете. Очень такой нежный, пастельный, розовый, конфетный. Прямо настоящая Барби. И пришел он с плечиками. И в таком пакете. Мне кажется, что очень классно, что продавец так его упаковал. И этот жакет абсолютно не помялся. То есть его можно забрать с почты, сразу же надеть и сразу же носить. Но цвет специфический. Мне кажется, не все такой нежный, прям совсем уж девчачий цвет любят. И здесь еще пуговицы акцентные, такие перламутровые, с золотистым контуром. И этот жакет с бахромушкой. Мне он очень нравится. Такая конфетная такая зефирка. Рукав, кстати, полноценной длины. Сам жакет немножечко укороченный. С двумя накладными карманами по бокам. Это магазин Муэру корейский. Написано на бирках, что это дизайн осенней коллекции 2022 года. Состав здесь обозначен. Я переведу, потому что только по-китайски. Но, скорее всего, это 20% хлопок там. И остальное это полиэстер. Размер М. Надеюсь, что мне по размеру подойдет. Мне очень он нравится. Он плотненький. Он такой тепленький на лето. В нем, наверное, будет прям жарко. Сейчас, весной. Будет очень классно. Я бы его носила с какими-нибудь джинсами, возможно, дырявыми, голубыми джинсами. Я вам в предыдущей распаковке показывала джинсы с розовыми нашивками. И говорила, что я такие еще жду. Вот с ними будет очень круто он смотреться. Так что я именно так, наверное, и застилизую. У меня сегодня еще будет много украшений. Очки солнцезащитные. Несколько летних пар обуви. Сумка бренда. А, нет, это не сумка. Кстати, это кое-что другое. Но вы потом скоро узнаете. Было бы классно, да, если бы мы с вами в прямом эфире сейчас разговаривали. И вы бы мне написали, что вы хотите первым посмотреть. А так я сама буду решать. И покажу вам сейчас очки, которые я заказываю всегда в этом магазине. Это Didi Long Store. И очки, которые вы постоянно видите на мне в распаковках во время примерки. Это именно очки из этого магазина. Я сейчас вам покажу новинки отсюда. Первые вот в такой бежевой оправе. Но расцветок много, так что можно выбирать. Переходите по ссылке. Здесь коричневый цвет линзы. И бежевая оправа. Небольшие серебристые значки по бокам. И легкая достаточно оправа. Хорошо все работает. Хорошо гнется. И от солнца здесь защита UV400. У всех очков в этом магазине одинаковая. Они приходят вот в таком жестком кейсе на молнии. Но не все модели, которые подешевле. Они мне пришли просто вот в таких вот пакетах. И отдельно положили салфетку для протирки. Тоже в полиэтиленовом пакете. Но те, которые чуть подороже, они в районе 600-700 рублей стоят. Они приходят именно в кейсе. То есть где-то рублей 300 стоит этот кейс. Вот таким вот образом выглядит вторая пара солнцезащитных очков. Которые я распаковала. Здесь зеленый цвет оправы, тоненькая пластмассовая. И голубой цвет линз. Мне понравился сейчас. Мне кажется, это актуально. Очень многих вижу инфлюенсеров в таких очках. С голубыми линзами или с желтыми. Мне очень нравится, как смотрится в образах. Классно. Поэтому я ношу сейчас именно такие. Кстати, очки из этого магазина действительно ношу. Не только лишь в них примеряют одежду. Правда, их ношу. И мне они очень нравятся. Третьи очки в круглой форме Cat Eye. Тоже в оливковой оправе. Черные прозрачные линзы здесь. Очень хорошо сделаны. Вот эти мне прямо нравятся. Они аккуратно прокрашены. Они ощущаются добротными, хорошими очками. Точно такие же можно купить в каком-нибудь Mango, например. Но будет стоить значительно дороже. Стильные, классные очки. Вот эти мне пока что больше всех понравились. Следующий вариант очков. Тоже в прямоугольной. Тоже в пластиковой оправе. Продолговатые. Наверное, мне они не очень идут. Потому что они слишком, наверное, длинные для моего лица. Но я примерю. Сейчас я себя не вижу. Они у меня в черном цвете. Но по всем этим очкам очень много было расцветок доступно. Я выбирала те, которые мне удастся скомплектовать со своими образами. И которые точно впишутся и будут у меня пригодны. Но расцветок много. Я с яркими не всегда экспериментирую. А вы заглядывайте, смотрите. Очки, которые более бюджетные, с желтыми линзами. Они пришли просто в полиэтиленовом пакете. Здесь нет кейса, кстати. Мне нравится то, что цвет не желтит. Сейчас я смотрю на вас, на камеру. И у меня не искажается цвет. Это огромный плюс. Хотя линзы желтого цвета. И черная оправа. По форме классические прямоугольные очки по типу рейбенов. И последние тоже удлиненные прямоугольные узкие. Опять же, мне кажется, именно вот эта форма не идет. Мне, хотя обычно у меня вообще все очки практически идут. У меня нет каких-то проблем с выбором себе очков. Обычно. Эти в черепашковом окрасе. Или даже в леопардовом, правильнее сказать. И у них такие отверстия по бокам в районе линзы. Интересный просто элемент дизайна. Тоже хорошо сделано. Все работает исправно. Ничего не болтается. Хороший пластик плотный. Так что бюджетная цена и хорошее качество очков. Давайте дальше посмотрим аксессуары. Это то, что все так просят показывать. Это то, что я редко показываю. Потому что ношу подолгу свои аксессуары. И сейчас я вам продемонстрирую, что я заказывала в последнее время. Но я жду еще много всяких разных. Потому что я решила обновиться к весне и к лету. И покажу вам много аксессуаров. Так что подписывайтесь на мой канал. И обязательно нажмите на колокольчик. Эти я заказала в магазине Рапухов. Я вам несколько раз показывала обзоры из этого магазина. Он обычно присылал в черных вот таких вот кейсах с прозрачной основой силиконовой. А сейчас кейсы желтого цвета. Это классно. Они очень интересно выглядят. На них вот так вот нажимаешь и достаешь украшения. Украшения здесь достаточно бюджетные в этом магазине. Плюс он всегда дает какие-нибудь промокоды. Я обязательно у него попрошу. Надеюсь, что он даст. Первое я распаковала колечко. Здесь написано West Vivi серебристый цвет. И пряжка, имитация пряжки. Классно смотрится. Кстати, возможно, у этих украшений, которые я вам показываю, можно выбирать цвет металла. Так что вы переходите по ссылке, смотрите. Я заказывала разные как золотистые, так и серебристые окрас металла. Я их комбинирую, ношу вместе. Прям вот таким вот образом. Меня это не смущает. Наоборот. Мне кажется, это очень интересно смотрится. Это повышает градус завершенности образа. Я люблю микс серебра и золота. Серебристого и золотого финиша в украшениях. Здесь перламутровое колечко, асимметрично. У него такой порванный край. И очень оно тоже неплохое. Мне нравится, что цвет золота правильный, как желтое золото. Бывает слишком яркий. И я такие украшения не люблю. Они у меня не приживаются, когда они слишком сильно контрастируют с настоящим золотом. Мне это не нравится. А здесь красивый цвет. Дальше, что у меня здесь есть еще из колечек. Еще несколько вариантов. Одно вот такое жемчужное. Мне кажется, у него можно отрегулировать размер. Вот так вот просто сжать, и оно закрепится. То есть станет поменьше. И, соответственно, можно разжать, когда ты его снимаешь. Здесь такая неровная жемчужинка природной формы. Как будто бы ее кто-то держит вот так вот между пальчиков. И сердечко. Сердечко тоже не очевидной здесь формы сердца. Возможно, кстати, это даже не сердце. Просто такой камушек. Необычная форма. Классное украшение, мне кажется. И можно его на любой палец приспособить. То есть вот так вот просто согнув этот металл. И носить на любом пальчике. Это очень удобно. Я люблю такие фри-сайз украшения. Классно смотрятся. Так. Я сейчас согнула обратно. Я его сейчас уже не сниму. Давайте дальше пойдем. Колечек у меня больше. А, нет. Есть еще одно кольцо. Тоже в серебристом окрасе. И оно с зелеными акцентами. Очень тоже необычное. И мне кажется, тоже, кстати, по размеру это фри-сайз. То есть его можно будет регулировать. Оно у меня сейчас большое. А вот на средний палец оно хорошо. Тоже очень красивое колечко. Милое. Мне нравится. Дальше посмотрим сережки. Сережки я взяла практически все с жемчугом. Я как-то соскучилась по жемчугу в украшениях. Раньше мы носили постоянно. Все пару лет назад. Все было вот с такими жемчужинками. Потом это настолько надоело. Мы перестали их носить. А сейчас, мне кажется, это снова актуально. И при этом уже не так избито, не так надоело. Здесь такие крупные жемчужинки. Кстати, они не белого цвета. Они немножечко сероватые. Надеюсь, вам видно это на камере. Они блестят. Это, естественно, не настоящий жемчуг. Это имитация. Но он сделан такой интересной формы, причудливый. Как будто бы это настоящий, необработанный такой вот жемчуг. Очень классно смотрится. И цвет, опять же, золота не слишком яркий. Это хорошо. Но оно со временем стирается. Это бюджетные украшения. Так что, конечно, они могут тускнеть. И этот налет, вернее, вот эта краска золотая, она может сходить с них. Не очень долговечные эти украшения. Но, тем не менее, не так, чтобы на один раз. То есть, качество масс-маркета, опять же, там можно сравнить с тем же манго. Кстати, мне в манго очень нравятся украшения. И по качеству они хорошие, и по дизайну, по исполнению. Но они не очень бюджетные, я бы так сказала. Дальше я показываю вам браслет. Тоже очень минималистичный, простой. Его очень красиво вот так вот с часами скомпоновать можно. Не берет много внимания на себя. Просто такая жемчужная нить, тоже из неоднородного. Жемчуга, бусинок, ну, наверное, это не жемчуг, это все-таки просто пластик. Смотрится красиво, достойно, мне нравится. Следующее украшение, у нас здесь еще несколько вариантов останется. Это, опять же, серьги с жемчужинками. Вот такие вот бусинки красивые. Росыпь, здесь прямо дождик из жемчуга. Тоже классно смотрится, и цвет металла меня радует. Дальше мы смотрим еще один браслет. Имитация теннисного браслета с бриллиантами. Но здесь, естественно, это просто стразики. Кстати, мне кажется, это не браслет, это все-таки чокер. Я тут немножечко ошиблась, так как для браслета он, конечно, слишком большой. А вот для чокера хорошо. Так, можно здесь отрегулировать по шее. Очень тоненькая вот такая полосочка стразиков с узелком. Ну, по качеству такая, не могу сказать, что супер. Не очень мне, если честно, понравилась. Мне кажется, что она может порваться и перекручиваться будет. И, возможно, даже будет оставлять след. Если будет оставлять след черный, знаете, такое бывает. Вот от некачественной бижутерии я вам обязательно, конечно, этот момент освещу и напишу. Следующий браслет я здесь распаковала. Он пришел не в жестком кейсе, а просто в пакете, потому что, видимо, в этот кейс не вошел. Тоже асимметричный. Здесь пластиковая основа. И сверху вот такая золотистая дуга неравномерная. Тоже, мне кажется, классно. С часами смотрится. Вот так вот можно носить. И регулируется по размеру, что немаловажно. Последнее украшение просто crazy. Это вот такое жемчужное колье из асимметричного жемчуга. Оно очень крупное для акцентных образов, для вечерних образов. Просто супер. Даже если вы просто наденете тельняшку или просто черную футболку, черную майку или какую-нибудь рубашку. Даже если на вас будут просто брюки карго. И вы добавите вот такое жемчужное колье. Ваш образ уже примет абсолютно другое настроение. И заиграет новыми красками. Мне кажется, классно смотрится. Но, по-моему, кстати, отзывы были негативные на это колье. Но я не могла не попробовать. Оно очень популярное на Алиэкспрессе. Сейчас оно классно смотрится. Я видела то, что все маркетплейсы у нас в России такие колье сейчас перепродают тоже. Так что, если вы ждать долго не хотите, вы, кстати, можете такие упрощения и на маркетплейсах поискать. Но они там явно дороже. Качество хорошее. Особенно серьги мне безумно понравились с жемчугом. Так что заходите в магазин, смотрите его ассортимент. Я попрошу у него промокод. Обязательно по экрану пущу и в описании под видео тоже продублирую. Идем дальше и посмотрим остатки верхней одежды, которые у меня остались. Которые я заказывала на весенний сезон. Надеюсь, что вам это еще актуально. Хотя впереди уже лето. Но и летом в нашем климате такое тоже можно будет поносить. Это кожаная куртка. Я, как только ее увидела на Али, сразу же ее заказала. Потому что именно такую я давно себе хотела. Она состаренная. В коричневом цвете. Как будто бы ее носили уже несколько лет. Здесь бирочка магазина присутствует в Сиэн Ла Ла Уксури. И бирочки внутри. Как будто бы это Зара оригинал. То есть бирки Индитекс. Но при этом бирки Зара здесь нет. Я вам уже рассказывала, что продавцы их сейчас срезают. Здесь видно, что она была. Вот такая квадратная, вшитая. То есть остались дырочки маленькие. Но бирку срезали. По поводу качества мне безумно нравится. А по поводу размера я не могу сказать. А, нет, могу сказать. Это М-ка. Вся фурнитура закрыта бумагой. М-ка мне хорошо по размеру. Я как только ее получила, сразу же примерила. Мне не терпится на самом деле ее уже носить. Но я все-таки отложила ее для того, чтобы вам в распаковке ее показать. А сейчас я вот ее уже пойду, наверное, носить. У нас как раз пришла настоящая теплая весна. Она укороченная, с объемными плечами. Очень трендовый сейчас силуэт. Классно смотрится абсолютно со всем. С брюками карго, с джинсами простыми, джинсами скини, джинсами сигаретами. С брюками, с брючными костюмами. Тоже круто. Главное, низ подбирать. Кстати, сейчас актуально, даже если низ у вас будет длиннее, чем куртка, так тоже можно носить. Раньше это считалось каким-то антитрендом, мавитоном и так далее. Сейчас так носят. И наоборот, это даже своего рода тренд, когда, например, у вас какая-нибудь клетчатая рубашка торчит поверх белой футболки. И сверху вот такая укороченная косуха. И какой-нибудь объемный низ. Смотрится это очень классно. Так что не бойтесь, экспериментируйте. Дальше мы идем, посмотрим, наверное, фабричный Алиэкспресс. У меня здесь вот инфейшн есть вещи. Давайте посмотрим, что у них в новинках появилось. У меня в предыдущем видео был очень спешной комментарий про то, что жалко моего мужа, потому что я ему покупаю одежду только Массимо Дути. И на него уже вот прям больно смотреть в этом Массимо Дути. Я вам в этом видео даже решила не показывать ничего из Массимо Дути. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Аливизрон. Если вам эти обзоры интересны, я туда выкладываю, в том числе. Здесь я решила поменьше пока что Массимо Дути показывать. Но у меня много таких вещей. А это фабричный инфлейшн. Брюки я заказала мужу в размере L. Я боюсь, что они большие будут, какие-то они широкие очень. Надеюсь, что все-таки мне это кажется. Но вы увидите это все в примерке. Очень классное качество, как всегда, у этого бренда. Здесь можно не бояться заказывать. Мне кажется, ничего, все они шьют хорошо, аккуратно. По размерной сетке ориентируйтесь, смотрите, сравнивайте с вещами, которые у вас уже есть. Помните, что в размерной сетке всегда указаны параметры изделия, а не параметры человека. Так что сравнивайте в сантиметрах с похожими вещами, которые имеются в вашем гардеробе. Я этого не делала. Я просто, так как всегда, беру L-ку, просто взяла L-ку. Поэтому боюсь, что я ошиблась с размером. Но брюки классные. Они хлопковые, они приятные, достаточно плотные. По длине, я думаю, они тоже будут нормальные, но у них очень такой свободный фасон, силуэт. Смотрите на фотографиях инфлешн, всегда очень подробно на моделях все изображено. У них в основном одежда такая стрит-стайл. Очень такая свободная, широкая, оверсайзовая. И вся она идет унисекс. То есть, неважно, брюки это, лонгсливы, футболки. Вся одежда у них унисекс. И вот такой лонгслив мог бы носить и мой муж в размере M. Ну, конечно же, он не будет, потому что его я взяла для себя. Это лонгслив с трикотажными манжетами на резинке. Очень нежный, красивый розовый цвет. С белыми брюками будет просто супер смотреться. С голубыми джинсами. А для мужа я взяла его в размере L, по-моему, я сейчас вам точно скажу. Кстати, здесь необработанный нижний край. Я сейчас это увидела. Я уже забыла. Это стопроцентный хлопок. Бирки инфлейшн здесь присутствуют. Вот такой вот ярко-зеленый цвет. Мне кажется, даже вместе этот розовый с зеленым будет классно смотреться. Так что будем вместе их носить. Лонгсливы и вообще, в принципе, хлопок, инфлейшн, футболки. Прекрасно себя ведут в носке. Стираю постоянно. Муж очень часто их носит в своей обычной повседневной жизни. И мы ими довольны. Все хорошо. Здесь, правда, ниток очень много. Но они просто налипли, видимо, из-за вот этого необработанного края по низу. А так по качеству все супер. Тоненькие. На лето идеальный вариант. Стопроцентный хлопок. И в фабричных магазинах часто бывают купоны. Вы проматываете вниз страницы, если вы с приложения смотрите. Если с ПК-версии, мне кажется, тоже просто вниз страниц. И там все купоны, которые есть у магазина, можно добавить в корзину. Курс растет очень сильно, очень быстро. Я не знаю по ценам. Я, наверное, в описании под видео буду писать актуальные цены. Лучше, наверное, будет так ориентироваться. Но цены сильно подросли сейчас. Очень шушащие пакеты. Это бомберы. У меня их две штуки. Сразу же в разных расцветках я сейчас распакую. И оба бомбера вам покажу. Эти бомберы также по дизайну Zara. Zara в этом сезоне просто бомбанули с этими бомберами. У них очень много разных бомберов, которые безумно популярными стали. В Инстаграме в них все фоткаются. В Пинтересте миллиард фотографий с образами, собранными с такими бомберами. Я вам обязательно, опять же, прикреплю фотографии, чтобы вы поняли, про что я говорю. Вдохновились на составление каких-то образов. Но это будет не оригинальное производство Zara. Я это вижу по биркам. Здесь нет бирки Inditec. 100% полиэстер в составе. И в подкладке сверху тоже. Это размер M. И синий бомбер у меня M. И бежевый бомбер тоже в M. Ткань здесь средней плотности. Она чем-то напоминает такую курточную ткань. Я думаю, возможно, он, кстати, даже промокать не будет. Но бомбер, по сути, заменяет нам жакет. То есть это верхний слой, который мы носим, наверное, не в качестве верхней одежды. Но если в качестве верхней одежды, то это тепло должно быть. Лето прямо, так и скажем, у нас. А так бомбер, конечно, это как ветровка или как жакет. И бежевый, и синий цвет мне нравятся. И по качеству они неплохие. Они будут хуже, чем в оригинале, но не сильно хуже. Так, в целом, все хорошо сделано. Ниток торчащих нет. Отпариться, я думаю, хорошо. И мяться сильно это все не будет. Следующая верхняя одежда, которую я взяла. Я решила в сегодняшней распаковке закончить с верхней одеждой, которая у меня накопилась, чтобы перейти уже к летним обзорам. Показывать вам летняя. Так что всю верхнюю одежду, которая у меня была, я, наверное, вам сегодня ее покажу. И все. Больше показывать не буду до какого-то времени. Наверное. Но не точно. Это тренч. Тренч из новой коллекции Zara. С цветочной вышивкой. Он в Zara стоит каких-то баснословных просто денег в районе 16 тысяч рублей. Что-то такое. Я вообще была в шоке, когда это увидела. Кстати, тогда еще работало приложение Zara у нас в России. Сейчас оно не работает. Его даже не открыть. А хотя они обновляли ассортимент раньше, и можно было посмотреть хотя бы цены. Вот. Сейчас такого нет. Приходится смотреть где-нибудь в других Zara. В турецких, американских и так далее. Но в любом случае я мониторю их ассортимент постоянно. И смотрю, что появляется на Алиэкспрессе. Этот тренч я сразу же нашла. Он какой-то не очень плотный, он прям тоненький. Я не знаю, как он должен быть в оригинале. Потому что я у продавца, когда спрашивала, он мне говорил, что качество оригинала. Но у меня какие-то сомнения есть на этот счет. Потому что очень много ниток торчащих. У него нет подкладки, и он прям совсем тоненький. Он даже просвечивать, мне кажется, будет. Хотя бирка здесь прикреплена. Он такая вот очень похожая на Zara. Но Inditex внутри нет, и Zara тоже внутри нет. Есть пояс. Сам тренч-код, конечно, безумно интересный. Очень классный по дизайну. Что-то такое необычное. Вроде бы простой бежевый тренч-код, который всем уже надоел в этом цвете. Но при этом здесь циточная вышивка, которая все равно как-то делает его интереснее. И, опять же, сочетать это можно абсолютно совсем, как и обычный бежевый тренч-код. Но какой-то интересный акцент имеется. Это S, кстати. Я думаю, что по размеру хорошо. Он не маломерит. Дальше я распаковываю такой вот льняной хлопковый костюм. Я сейчас посмотрю по составу. Точно не знаю, с чего он сделан. Это магазин UK Fashion. Это размер L. Очень приятный материал. Действительно, он похож на лен. Я надеюсь, что это правда лен. Возможно, это просто какой-то такой хлопок. Но очень приятный на ощупь. Он не жесткий, кстати. Тактильно не колючий. Это огромный плюс. По размеру. Кажется, большеватый мне будет. Но примерим и посмотрим. Он состоит из рубашки и брюк. Этот комплект можно носить в качестве пляжного отпускного варианта. Прогуливаться по городу где-то в жарком климате. Накинув на плечи рубашку, чтобы защитить себя от солнца. В брюках таких можно и по городу ходить. В сандалях. Так что это абсолютно универсальный комплект. И можно и дома его носить. Тоже будет вам комфортно. Тело дышать. Удобно в жару льняные костюмы. Это просто маст хэв, по крайней мере, для меня. Я рада, что на Алиэкспрессе наконец-то появляются вещи из натуральных тканей. В основном это магазин Эрзи, в который я вам очень часто показываю. Но сейчас все больше и больше магазинов на самом деле отшивают. Отшивают и стремятся именно к производству вещей из натуральных материалов. Из льна, из хлопка и вот таких вот более европейских что ли силуэтов. Минимализм просто, но со вкусом. Мне нравится. Я определенно себе этот костюм оставлю. Надеюсь, что он мне по размеру подойдет. Дальше я взяла джинсы. Кстати, мне кажется, вот эти джинсы будут очень классно сочетаться с розовым жакетом, который я вам показала в начале. Потому что у них очень приятный такой голубой цвет и есть небольшая рванина. Это не совсем такие кричащие яркие дырки, но при этом все-таки что-то такое актуальное здесь присутствует. Дырки в дениме снова в тренде, так что можно это все возобновить, носить снова. Если у вас такие еще остались с 2000-х годов, то можете поискать и продолжать их носить. Это джинсы фирмы Acme Ground. Я очень люблю эту фабрику. У них прекрасное качество, очень плотный деним. Но они чаще маломерят все-таки по размеру и по ростовке. Они неполноценные. 100% хлопок в составе. Но я думаю, что они будут слегка укороченными и на мой рост это будет выглядеть нормально. Но на рост выше я не знаю, подойдут или нет. Мне очень нравится, как сделана нашивка сзади, такая в ретро-стиле с надписью Acme Ground. Все очень красиво, очень хорошо. Прекрасное качество денима, достойное какого-нибудь, я не знаю, шоурума у нас по цене в три раза дороже. Тоже Acme Ground блузка. В составе у нее 43 акрил 57 полиэстер. Не очень хороший состав, но она летящая, она такая вся свободная. Так что я думаю, что она будет продуваться и в ней жарко все равно не будет. Здесь круглый вырез на такой жесткой веревочке. Будет хорошо, я надеюсь, держаться. Рукав летящий фонариком. И сама блузка свободная. Можно в ней плотненько поужинать, плотненько позавтракать. И гулять с какими-нибудь белыми брюками. Опять же, будет классно смотреться с такими джинсами, с потертостями. Тоже будет круто. Блузка неплохая. Я надеюсь, что она, кстати, мяться, скорее всего, не будет, потому что у нее в составе полиэстер. Это тоже плюс, потому что у меня есть розовая блузка от Эрзив. Похожая, кстати, силуэта. Очень такая свободная, широкая, летящая. Она очень сильно мнется, потому что стопроцентный хлопок. Дальше я распаковываю что-то под бренд КОЗ. Сейчас мы посмотрим, что это. И в каком это качестве и вообще исполнении. Я не понимаю, на Алиэкспрессе я встречаю КОЗ. Это оригинал или не оригинал? Я думаю, что все-таки нет. Все-таки они, скорее всего, просто крепят эти бирки и все. Отшивают, видимо, что-то похожее. Возможно, из ткани попроще. Но, кстати, это платье хорошее. Оно мне нравится по качеству. Здесь плотная такая хлопковая основа, как футболочка. Кстати, рукава здесь из двойной ткани. То есть у них внутри такая подкладочная изнаночная ткань, как у юбки. Юбка широкая. Юбка летящая. Платье длины Макси. Бирка брендинг КОЗ внутри вот такой вот присутствует. 100% хлопок здесь сказан. Вот это именно платье похоже на оригинал. У меня сейчас рубашка, она мне голубая, тоже с биркой КОЗ. Но, мне кажется, именно конкретно вот эта рубашка, это все-таки копия. Потому что по швам и по плотности материала на оригинал не очень похоже. Но у меня и таких внутренних бирок здесь нет. А вот это платье прямо очень хорошенькое. По качеству мне нравится. Это ЭСКО. 165 здесь идет маркировка по росту. Made in China. Бирки, как из магазина. В общем, все очень хорошо сделано. По-моему, оно, кстати, по цвету было еще какое-то. Не только синяя, но и синий мне нравится. Еще одно веселенькое платье. Тоже с брендингом КОЗ. В таком интересном пакете, кстати, оно мне пришло. Тоже ЭСКО. Оно в розовом... А, ну это такое же. Это другое платье, но в розовом тоже красивом цвете. С похожей юбкой, кстати. Есть карманы здесь или нет? Я посмотрю. Нет, здесь не... А, нет, есть карманы. Все-таки нашла, карманы имеются. Здесь юбка немножечко наспущенная, такой асимметричная. Я вам рассказывала, что это сейчас тренд. И верх такой получается облегающий, как у футболки. Это ЭСКО, опять же, она немаломерит. Здесь интересный разрез спереди на молнии. То есть вот так вот, видимо, можно платье раскрыть и сделать открытое декольте. Красиво все сделано. Неплохо. Мне нравится. Бирка тоже присутствует КОЗ. Здесь написано только, что это ЭСКО и стопроцентный хлопок, да. Это хорошее качество, приятные платья на лето. Двигаемся дальше. Осталось не так много посылок. И среди них только лишь обувь и сумки. И давайте начнем с обуви. Возьму BOTODAY наш любимый фабричный магазин. Всем раз так Массимо уже надоел. Буду вам показывать и другую обувь. Конечно же, я заказываю разное. И стараюсь показывать, чтобы вы могли тоже сделать свой выбор. Исходя из того, какие магазины вам нравятся и какой стиль и так далее. Здесь я заказала такие сандалии. Это новая коллекция BOTODAY. Я их взяла, кстати, сразу же в двух расцветках. И в белом, и в черном. Белый я вам тоже покажу, но чуть попозже. Или, может быть, на ютубе их вообще показывать не буду. Покажу их, наверное, в телеграм-канале. Оливизрон, так что подпишитесь обязательно. Я взяла их в размере 38. Такие сандалии у меня, кстати, уже были похожие от BOTODAY в белом цвете. Вы наверняка помните, если вы давно смотрите, если вы давно подписаны на мой канал. Я их очень любила и люблю. Они до сих пор у меня есть. Но, конечно, их очень тяжело чистить. Они желтеют, они очень сильно пачкаются. Это такие выходные парадные сандалии, которые я носила только на случай какого-то особенного выхода. И, конечно же, все равно их убило. Они выглядят неприлично уже. Так что я рада, что у BOTODAY появились новые похожие сандалии. Они немного другие по подошве. Здесь она чуть повыше. Она такая прорезиненная с рисунком. Они доступны только в черном и только в белом цвете. С розочками, со стразами. Такие нарядные, очень красивые. Классно будут смотреться на ножки. Они, кстати, мне сейчас выглядят большими. Но я, естественно, это все примерю и вам напишу. Надеюсь, что большими они мне все-таки не будут. Классно они сделаны. Все очень аккуратно, как всегда у этого бренда. Гнется подошва. Они будут удобными. Это очень хорошо. Они такие в стиле CHANEL. Будет классно их носить. Как с джинсами, так и с какими-нибудь нарядными платьями. С юбкой летящей, сатиновой. Будет очень круто смотреться. Так что они вполне себе универсальные. Но прихотливые в уходе. Хотя черный цвет, все-таки это не белый. Так что думайте, какой вам будет более практичным. Белый, как мне кажется, более нарядный. Более такой летний, освежающий. А черный будет попроще в уходе. И у BOTODAY всегда один комплект. Это полустельки. Это вот такие карточки, за которые они дают еще купон. Здесь, по-моему, какой-то дополнительный. Вроде бы как раньше давали. Сейчас не знаю. Ну, в общем, это неважная информация. И здесь сертификат соответствия. Сертификат регистрации товарного знака BOTODAY. Это сандалии-гладиаторы, которые я заказываю тоже во второй раз в этом магазине. Я их просто обожаю. Это мои любимые сандалии из этого магазина. Я их публиковала, когда была в отпуске. Во всех своих отпусках. Я их всегда беру с собой в отпуск. И в городе я, естественно, их тоже, конечно же, ношу. Очень их люблю. Они как-то так красиво смотрятся. Они, опять же, совсем легко сочетаются. Они очень удобно обволакивают ножку. И в таких сандалиях я бегала целый день по всяким экскурсиям. Я наматывала просто 20 тысяч шагов. И нога у меня в них не уставала. Хотя у них подошва не так уж, что прям совсем гнущаяся. Это какая-то такая эластичная резина или пена. И они полностью такие литые, цельные. Кстати, они по дизайну немножечко скопированы с Hermes. Но все-таки не на 100%, как мне кажется. Но инспирированы, так сказать, этим брендом. Здесь три расцветки. Бежевый, коричневый и черный. И они заканчивались. И когда вот как раз я их публиковала, в последний раз, когда была в отпуске, я так расстроилась, что коричневых не было в наличии. И как только они появились, я их сразу же заказала. Потому что мои тоже уже выглядят неприглядно. Я в них слишком много ходила. Но это, я считаю, нормально. Обувь должна нам служить. Вообще все вещи нам должны служить. Мы не должны на них просто смотреть и молиться на них. Мы должны их использовать по максимуму. И то, что год они мне прослужились. Они, кстати, не расклеились. Ничего у них там не отвалилось. Сейчас просто они стали такими побитыми немножечко. Поцарапанными, естественно, грязными. Поэтому теперь у меня будут новенькие, красивенькие. Я также буду их носить со всеми своими летними образами. Очень их люблю. Так что пока коричневые есть, успевайте. Потому что их очень быстро разбирают. Но качество BOTODE отлично. Это правильно, хорошая обувь, которая, я считаю, стоит этих денег. Хотя они, конечно же, не бюджетные. В районе 5 тысяч рублей за сандалии. 4 с лишним они стоили. Это дороговато, но бывают всякие разные скидки, акции. И это кожа натуральная. Так что, возможно, эта цена оправдана. Идем дальше. Я покажу вам сумки от фабричного бренда Famicare. Здесь две сумки будут сразу. Они у меня в одной упаковке в воздушном пакете. Сейчас я раскрою всю эту упаковку и покажу. Распаковала я, значит, все эти сумки. Они будут, кстати, очень похожи друг на друга. В комплекте здесь есть только пыльник. Но, собственно говоря, больше ничего и не нужно. Они не помялись при транспортировке. Вот такие вот две малышки, которые были доступны и в ярких расцветках в том числе. Начинаю с первой. Она у меня в черном цвете. Но здесь есть как базовые расцветки, бежевые, например, так и яркие варианты. Лимонный, розовый, персиковый. Обязательно заходите посмотреть. По материалу. Это спилок. Здесь есть сэмпл используемой кожи. Спилок считается натуральной кожей. Просто не верхний ее слой. По цене эти сумки в районе 4 тысяч рублей. Опять же, сейчас подрос курс, поэтому цены чуть повыше. Я брала, была цена чуть ниже, чем эта. Но я надеюсь, кстати, что Famicare также поделится со мной промокодом. По вместительности. Я думаю, что сюда поместится телефон спокойно абсолютно. Сюда поместится какая-нибудь косметика, ключи. Небольшой кошелек или кардхолдер. В общем-то, все, что нужно на каждый день. При этом эта сумка достаточно акцентная. У нее необычная форма. Она такая скругленная. Немножко напоминает сердечко. У нее жесткая ручка. Эту сумку можно носить и на плече, и через плечо. Здесь присутствует дополнительный ремень в комплекте. Я сейчас его распакую. Фурнитура здесь вся защищена пленкой. Ремень был тоже очень аккуратно проложен. Он не помялся. Цвет фурнитуры ярко-золотистый. Честно, мне такой цвет не очень нравится. Я люблю, когда он поспокойнее. Я люблю, когда он либо состаренный, либо вообще в серебре фурнитуру. Потому что такая, как мне кажется, очень ярко смотрится. Но в целом это выглядит зато очень нарядно. И такую сумку можно взять и на какой-нибудь парадно-выходной выход. Куда-нибудь с нарядным образом. Будет классно она смотреться. Здесь еще на бегунках такие кожаные кругляши. Тоже прикольно смотрится. Сумка-подушечка. Очень милая и акцентная. Неплохо она сделана. Кстати, я недавно нашла сумку у российского бренда на одном маркетплейсе. А это производство фабрики Famicare. То есть один в один. Сумка просто там расцветок побольше. И цена, естественно, намного выше. Если вам интересно, я прикреплю скрин. Но я это на самом деле часто замечаю. И в магазинах тоже. В некоторых офлайн, когда захожу, вижу то, что сумки, которые я вижу на Алиэкспрессе, они представлены в магазинах. То есть это просто фабрики производят. Там иногда брендинг какой-то другой делают. Famicare – это фабрика. Она также производит для разных брендов, скорее всего. Так же, как и BOTODAY. Кстати, у BOTODAY тоже вижу сумки, которые продаются под другими брендами у нас в офлайн-магазинах. И часто именно под каким-то русским неймингом. Дальше мы идем и смотрим вот эту сумочку в лимонном цвете. Я долго не могла выбрать, какой цвет взять. Мне очень нравился розовый. И я думала именно между лимонным и между розовым цветом. Но выбрала почему-то лимонную, потому что у меня, наверное, такой еще нет. А розовые у меня все-таки имеются. Тоже она очень небольшого размера. Она вот такой вот цепочки тоненькой, змейки. И это мне нравится больше цветом фурнитуры. Здесь он серебристый, он не акцентный. Очень тоненькая цепочка. И сумку можно просто в руке носить. Но она не такая вместительная, если сравнивать ее с этой черной малышкой. Сюда также помещается мой телефон. У меня iPhone модели плюс. То есть он большой, больше, чем стандартные модели. Сюда поместится небольшой кардхолдер. Блеск для губ, ну, больше ничего. Также это спилок и множество расцветок по ссылке. Обязательно попрошу у них промокод сумочки. Мне нравятся они актуальные, стильные, хорошо сделаны. И спилок это хороший материал. Не такой хороший, конечно же, как натуральная кожа. Верхний слой натуральной кожи. Но, тем не менее, он натуральный. Дальше мы посмотрим еще одну интересную сумку. Она мне тоже пришла в воздушном пакете, но я его уже слила. И это тоже та сумка, у которой я очень долго не могла выбрать расцветку. Это популярная модель под известный бренд. Вот такая стеганая плетеная малышка. Я ее выбрала в самом крэйзи цвете, в зеленом, металлик. Во-первых, он очень актуален сейчас. Во-вторых, таких сумок у меня точно никогда не было. И мне кажется, опять же, разнообразить свои образы. Вот такой вот интересной малышкой будет неплохо. Но здесь очень много расцветок. Есть и базовые варианты, черные, белые, бежевые. Есть и разные пастельно-розовые, голубые, ярко-зеленые. В общем, их просто миллион. Хорошее качество. Это натуральная кожа, скорее всего, либо с пилок. Но я уточню этот момент. По сэмплу похоже именно на натуральную кожу. И все очень хорошо сделано. Нет никакого неприятного запаха. Ремень здесь регулируется по длине. Можно его сделать длинным и коротким. Форма сумки квадратная. В нее достаточно много всего поместится. Сейчас я ее раскрою, посмотрю, что там внутри. Фурнитура также здесь золотистого цвета. Но, кстати, она меня не очень сильно смущает. Ее здесь немного, она здесь практически невидима в этом обилии ярко-зеленого, блестящего. Кстати, она была еще в серебристом цвете металлик. Тоже очень актуальный сейчас цвет. Так что обратите внимание именно на эти две расцветки. Очень яркие, акцентные. Еще один ремень в комплекте. А зачем он здесь нужен? Он, по-моему, точно такой же. А, наверное, он удлиняет. Наверное, его можно прикрепить. И он удлинит ремень. И он будет очень длинным. Вот таким вот образом это можно будет носить. А, кстати, внутри нет ничего. Есть только арома саше. Не знаю, зачем. Вроде бы сумка ничем не пахнет. Нет никакой подкладки. Так что через отверстие может что-то даже и выпасть. Если вы карандаш какой-то тонкий для губ, например, положите, то он у вас с большой вероятностью просочится в это отверстие. Так что будьте аккуратны. Или подкладывайте какой-нибудь органайзер по размеру туда, чтобы ничего не потерять, чтобы ничего не выпало. Ну, конечно, никакая там карта, кошелек, телефон. Это не выпадет. Это будет там в сохранности. Но никаких дополнительных карманов внутри не предусмотрено. Я, кстати, не знаю, как у бренда Bottega это сделано. Мне кажется, эта сумка немножечко другой формы, да, чем этот бренд. Хотя здесь даже треугольник такой есть. Но брендинга здесь никакого. Так что копии, я думаю, это считать нет смысла. А качество очень хорошее. Дальше мы посмотрим мои брендовые находки. У меня здесь кеды Nike в розовом цвете. Розово-бордовый. Очень интересная, мне кажется, расцветка. Такая кэнди. Кстати, опять же, с этим жакетом, который я вам в начале видео показала, они будут очень круто смотреться. И с дырявыми джинсами. Классный образ. Получится составить. Можно еще вот эту яркую сумку взять зеленую. Будет вообще просто супер настроение. Написано, сделанный во Вьетнаме. Заметила, надпись Nike сзади не очень четкая вышивка. То есть, ну, видно, что это копия все-таки. Но я не могу сказать, что качество совсем плохое. Это единственный момент, который, мне кажется, выдает то, что эта вещь копия. Именно вот задняя нашивка. И спереди вот эта нашивка на ярлычке тоже выглядит какой-то кривоватой немножко. Но зато у них очень классная расцветка, которую в оригинале тяжело, наверное, будет найти. Ну и цена будет намного бюджетнее магазина, конечно же. Так внутри все аккуратно сделано. Нет торчащих ниток, ничего не помялось. По размеру это 240, скорее всего. У меня, кстати, были вопросы, почему мне продавец присылает в коробках. А так он вообще шлет без коробок. Я про это уже предупреждала. У меня был случай, когда у меня Nike очень сильно деформировались. Настолько, что у них отвалилась подошва. Все расклеилось. И после этого я продавца попросила мне очень хорошо все упаковывать. Это связано именно с объемом. С объемом посылок, которые я получаю. Я заказываю все. Мне это приходит на почту либо курьерской доставкой. Но в любом случае идет все вместе сразу. И поэтому из-за большого объема у меня может повредиться. Поэтому мне продавец присылает в коробки. Ну и плюс у меня нет проблемы с брендами. Мне все бренды приходят нормально. А в разные страны может быть по-разному. То есть в Европу бренды могут не доходить. А то, что он присылает без коробок, это сделано по большей мере для безопасности. Для того, чтобы посылка дошла. По размеру 38,24, UK 4,5, US 7. Обязательно вам расскажу, как они мне. Но я думаю, что они мне будут хорошо. Вижу, что они не сильно большие. Хотя обычно Nike и Danke они мне великоваты. У меня много, много. Примерно две пары у меня есть Nike и Danke. Я их ношу частенько. Они слегка большие в 38-м размере. Но эти мне кажется поменьше, по крайней мере, по виду. Следующая пара обуви это Gucci. Всегда здесь ссылки будут скрытыми. То есть либо там вообще будет изображено что-то другое, не этот товар. Либо этот товар будет максимально замазан. Либо вообще какой-то просто там кеды. Это нормально. Так продавцы делают для того, чтобы их ссылки не удаляли быстро. Их в любом случае потом удаляют, находят. И поэтому они не отвечают на Алиэкспрессе на сообщения. Потому что через сообщения, естественно, все прослеживается. И сразу же по разговору видно, что продавец занимается продажей копий. Поэтому они не отвечают. Это кроссовки, кеды. Вернее, с брендингом Gucci. Очень хорошо упакованы. И коробка пришла целая. И этот продавец отправляет в коробках всегда все. Но он не отправляет в Европу. И классные, кстати, кеды. И хорошо очень они сделаны. Они состаренные. У них подошва такая немножечко грязная. И сами по себе они тоже немного грязные. Они гнутся хорошо. Брендинг есть на язычке. Здесь вот есть такая клепка с брендингом Gigi. Основа у них текстильная. И вставки из кожи. Внутри такая махровая ткань. Приятная, как полотенце. Есть сменные шнурки салатового цвета. Сейчас я второй кед проверю. По качеству мне нравится. Очень аккуратно все сделано. Пчелка еще на подошве присутствует. Прям супер. Качество достойное. В районе 5000 рублей они будут стоить. Так же, как и Nike. 38 размер я себе выбрала. Все вам подробненько покажу. Мне очень действительно нравится качество. Я даже не ожидала. Я думала, что будет хуже. Но сделано очень классно. И комплект хороший. И коробка есть. И все есть, что нужно. Конечно же, от оригинала они могут отличаться. Они будут отличаться. Нет смысла их сравнивать. Но так сами по себе они выполнены неплохо. Надпись только Gucci сзади. Я подозреваю, что может затереться. Потому что она просто как бы как маркером написана. Я думаю, что может стереться со временем. Но так в целом все хорошо. Распаковка сегодня получилась очень большая. Я надеюсь, вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях, если вы не нашли ссылки на какую-то вещь, показанную на мне. Я найду и продублирую ссылку. Либо в свой телеграмм Оливизрон. Либо в описании под видео, если там еще останется количество знаков. Сегодня вещей было очень много. Так что обязательно смотрите в описании. Все ссылки будут находиться там. Также я их дублирую на свой сайт. Подписывайтесь на мой канал. Проверьте подписку. Если все еще почему-то не подписаны, обязательно нажмите на эту кнопочку. Ставьте лайк этому видео, колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Ну и скоро мы с вами еще увидимся. Буду для вас еще больше снимать. Так что ждите. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok